Добрый день, дорогие зрители! Это новый выпуск программы «Почемучки». Наша школа в связи с началом учебного года проводит отбор на пост президента школы. Мы расскажем о планах и идеях наших лидеров и узнаем, что движет молодыми амбициозными учениками. Всем привет! Сегодня в рамках программы «Почемучка» мы пригласили кандидата на пост главного президента самоуправления Кусалета Лос-Нарара. Для начала расскажи о своих достижениях. В 2023 году я взял золото на республиканском конкурсе научных проектов. В 2022 году я взял серебро на сетевом этапе, основатель бегового клуба «Нишанерс», сооснователь с прекрасными людьми стартапа «Онайопул» – приложение для поступления. В принципе, еще много про этой деятельности. Олимпиадник. Нахожу себя в музыке, играю на домре и являюсь журналистом. Можете поподробнее рассказать про свою программу? Ключевая цель моей программы – это создание открытой экосистемы, где в синергии сочетаются все школьные сферы. Открытая экосистема подразумевает то, что наша школа не должна ограждаться от других школ. Поэтому планируется проведение турниров «Большой восьмерки» и победить в Кузнайском районе. Представим, что вы уже стали президентом нашей школы. Каким будет ваше первое действие? В первую очередь я пересоберу советское управление. Я наберу людей, которые по-настоящему заслуживают там места. То есть у меня уже есть сформированная команда, с которой мы уже распланировали будущую нашу школу в случае победы. Поэтому, просто дополнив нашу команду, создав школьное советское управление, мы распишем цели, распишем план, распишем программу. Каковы ваши личные качества, которые вы считаете вам помогут стать президентом нашей школы? Я думаю, в первую очередь это ответственность. Я могу отнести ответственность как за себя, так и за свою команду, за широкий круг людей. Во-вторых, это, наверное, напорство. То есть напорство и результативность. Когда ты работаешь, входишь в какой-то проект и не выходишь без результата. И в-третьих, наверное, это эмпатия и сотрудничество с другими. Когда ты понимаешь эмоции других, когда понимаешь правильный подход к каждому. И тогда сотрудничество становится намного проще. Спасибо, Санжар. Нам было очень приятно провести с вами беседу. Сегодня мы пригласили Шунушу Дарью, кандидата на пост президента самоуправления школы. Дарья, для начала расскажи о своих достижениях. Начну с того, что у меня стабильный GPA, 5.0. Это означает, что я являюсь претендентом на знак Аута Мобильга и являюсь круглой отличницей. Помимо этого, я участвую в научных работах. Одна из последних была по математике, где на сетевом этапе я заняла бронзу. Ну, я чуть не хотела до республики, но я это обязательно исправлю в следующем году. Помимо этого, я занимаюсь проектной работой. Проектными работами, вернее. И одно из последних достижений я могу называть то, что мы создали стартап. Это было приложение Onile Pool, которое поможет младшеклассникам поступить в их университет мечты. И с этим приложением мы прошли в топ-9 из 217 проектов по всему миру, в особенности Центральной Азии, на конкурсе Caspian Startup 2023, который проходил в Акрам. Давай теперь поговорим немного о твоей программе. Можешь поподробнее рассказать о ней? Ну, свою программу я разделила на четыре части. Это образование, спорт, развитие и отдых. И, наверное, главная идея заключается в том, что я хочу, чтобы ученики умели совмещать академическую часть своей жизни, а также какое-то свое внутреннее развитие, занятия своими хобби. Так я считаю, что это очень важно, чтобы не только учеба была на первом месте, но и также были вещи, которые будут как-то развивать их во всесторонней деятельности. Допустим, ты уже стала президентом в школу. Каким будет твое первое действие? Я считаю, что правильно расписанные планы – это уже первый шаг к успеху. Поэтому думаю, что я займусь именно этим этапом и распланирую каждое мероприятие, каждую четверть, для того, чтобы потом не было таких предъявств, что в течение моего президентства ничего не проводилось. Теперь поговорим о твоей личности. Какой из своих личных качеств ты считаешь, наиболее подходящим, который поможет тебе стать президентом в школу? Я могу с точностью сказать, что это целеустремленность, потому что у меня очень много целей. Они иногда могут казаться даже заобочными, но я считаю, что когда у тебя есть цель, то это уже 50% успеха. Поэтому, скорее всего, целеустремленность и ответственность за любое свое действие и слово – это то, что является моим неким коньком по сравнению с другими ребятами. И с нами третий кандидат – Игена Фнурдаулет. Расскажи про себя и про свои достижения. Здравствуйте, меня зовут Игена Фнурдаулет. Я дебатер, занимаюсь дебатами уже шестой год. Выигрывал турниры республиканского областных уровней, также являюсь лучшим спикером области, занимаюсь научными проектами. В прошлом году выбрал первое место по республике. В Советическом управлении состою с седьмого класса и в прошлом году был на посту вице-президента Советского управления. Можешь рассказать про свою программу? Моя программа как раз-таки основана на стабильности. Также я хочу демократизировать систему Совета Советского управления. Я хочу, чтобы каждый ученик мог принимать участие в жизни школы. Также хочу организовывать очень много мероприятий и для учителей, и для тех персонала. И именно моя программа основана на этом. Что ты сделаешь сперва, когда станешь президентом? Я сразу же составлю список всех мероприятий и планов на год. Также открою набор в Советском управлении, набор идей, набор людей в Советском управлении, чтобы каждый мог предлагать что-то новое. Какими качествами ты обладаешь для должности президента школы? Я думаю, я достаточно хороший лидер, потому что не первый год работаю, как говорил ранее, и умею вокруг себя собирать идейных, креативных, очень интересных людей, умею работать в команде. Также могу сказать, что я амбициозный, потому что те идеи, которые я предлагаю, они новые и креативные. Они могут внести действительно изменения в действующую систему. Спасибо за твой ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.